Все это было рабочее. А это все теперь на металлолом. Анатолий слесарь показывает то, что когда-то было его инструментами. Все сгорело, а что не уничтожил огонь, украли российские военные во время оккупации. Вспоминает, они же у его соседа украли и грузовой автомобиль. С инструментом совсем видно в нее нагрузили и увезли. Кралы? Русские. Небольшое село Почепен Макаровской общины в полусотни километров от Киева полностью оккупировать в марте прошлого года россиянам так и не удалось. Здесь была так называемая серая зона. Со стороны российских военных время от времени изрядно прилетало. То, что их обстреливали именно оккупационные войска у местных жителей, сомнений нет. Было хорошо видно. Вечером, когда уже темно, было видно хорошенько. Там вспышка, выход. И тут прилет уже остреляли по всей улице. Там воронок, целая куча и побитых домов. Так однажды прилетело и в его с женой дом. Прилетело, мы были в доме. Оно как бахнуло. Соседу попало в дом. Мина прилетела прямо через окно. В доме разорвалась. Чудом уцелев Анатолий собрал жену Валентину, которая уже не ходила после инсульта. И вместе с соседями бросились уезжать. Прибежал сосед и говорит, едут танки. Мы отсюда уехали, поехали туда. Они пару раз выстрелили. Мы ехали, перед нами три взрыва было. Прямо перед машиной. Вот здесь была, я уже замазал, дырка от осколков. Она вот так вот, машина ходит. И вот крутишь на ней. И потом вот здесь где-то у меня по крыше было еще побито. Только Киевщину от российских захватчиков освободили. Пенсионер вернулся. Но ни дома, ни гаража уже не было. Когда я приехал сюда, здесь был только дымоход. Ну, печка стояла. Все разрушено было. Говорит, жена этого ужаса не увидела. Анатолий вернулся в село уже сам. Она вернулась в гробу уже сюда. Ведь когда мы уезжали отсюда, и вот этот обстрел, она сильно переволновалась, очень сильно. У нее припадок был. И я ее уже поехал, забрал, привез сюда, и здесь похоронили. И так у меня получилось. Из-за этой войны не осталось никого. Во время войны потерял и домашних питомцев. Они все время вдвоем. И кот все время старался под собаку залезть. А на высотах его сидели вместе. Из жителей села от российских обстрелов чудом никто не погиб. Почти все выехали. Здесь еще было два человека, две женщины, которые были еще под немцами. То есть под россиянами. Они для меня уже хуже немцев. Он еще не раз спутает российских военных с немецкими нацистами в разговоре. Потому что говорит, то, что он видел своими глазами, не читал даже в книгах по истории. С пулемета стреляли, и с автомата. И в хате дырки очередью. Ихние танки здесь, БТР ездили. Они ехали и стреляли по хатам. Несмотря на пережитое, Анатолий пытается держаться, заготавливает дрова. Крыша над головой есть. Польские благотворители привезли модульный домик. Но мужчина все же очень мечтает о справедливости. Поэтому обо всех зверствах российских солдат в Почепне рассказывает правозащитникам из Центра гражданских свобод, которые фиксируют преступления российских военных в Украине. Инициативой трибунала для Путина задокументировано уже более 30 тысяч военных преступлений. Российские военные используют нападения на гражданские объекты как один из методов ведения войны. Поэтому мы постоянно видим не только разрушения, но и те жертвы, которые совершает террористическое государство. Даже вопреки тому, что вот в этом селе все случилось в марте 22-го года, мы до сих пор фиксируем военные преступления сейчас, уже в 23-м году. На это уходит много сил, много ресурсов, человеческие ресурсы. Поэтому мы просим приобщаться во всех областях волонтеров, проходить обучение у нас и фиксировать военные преступления для того, чтобы российские власти и военные преступники понесли наказание.